Сегодня, 5 ноября, Церковь вспоминает святого апостола Иакова, святителя Игнатия, патриарха Константинопольского. Апостол Иаков, один из 70 учеников Христа, по преданию был родственником праведного Иосифа, того самого, что был обручен с Девой Марией, принял ее в свой дом и оберегал Богородицу и младенца Иисуса. Поэтому Иакова еще называют братом Господним. С детских лет Иаков стремился посвятить себя Богу. Согласно преданию, Иисус Христос явился Иакову после своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской Церкви. 30 лет он в самом сердце Святой Земли проповедовал учение о спасении и крестил у веровавших. По преданию, этим были недовольны иудейские первосвященники, которые возвели Иакова на крышу храма и стали склонять его к отречению. Святой апостол, напротив, стал громко кричать о том, что Христос и есть истинный Мессия. Тогда праведника столкнули вниз. По преданию, умирая, он продолжал молиться за врагов. В Новый Завет вошло послание апостола Иакова, в котором так говорится о вере. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Церковь прославляет труды ученика Христова и молится святому апостолу Иакову. Моли Бога о нас. Святитель Игнатий, патриарх Константинопольский, жил в IX веке и происходил из царского рода. Его отца, императора Михаила I, свергнули с престола, а 15-летнего Игнатия заключили в монастырь. Но монастырская жизнь оказалась созвучным устремлением Игнатия. Он принял постриг, а потом стал игуменом обители. Позже его избрали патриархом константинопольским. Игнатий пользовался популярностью среди народа. Он был известен как человек строгой аскетической жизни, консервативных взглядов. За обличение порочных нравов и обычаев регента Варды, дяди малолетнего императора Михаила III, Игнатия отправили в ссылку. В это время константинопольским патриархом становится Фотий, придерживавшийся более либеральных взглядов, отдающий должное науке и образованию. Через 10 лет партия заговорщиков свергла императора. Игнатий был возвращен на патриарший престол, а Фотий отправился в изгнание. Через несколько лет император Василий вернул Фотия ко двору и сделал его воспитателем царских детей. Патриарх Игнатий, узнав поближе своего бывшего соперника, тесно сошелся с ним и, умирая, завещал ему патриаршую кафедру. В знаменитом соборе Святой Софии в Константинополе среди немногих уцелевших мозаик сохранилось и изображение святителя Игнатия. За строками жития мы видим не только незаурядного проповедника и лидера. Пройдя через многие испытания, он не озлобился и не ожесточился. А потом, на высоком посту он не мстил и не искал своего. Церковь чтит его и просит о молитвах. Святитель Игнатий, моли Бога о нас. Святитель Игнатий, моли Бога о нас.